А там, где сто, там уже и миллион, знаете, у меня какие-нибудь сольные концерты в Олимпийском, прочей системе ценностей, возможно, кинпаку, аналогично всем вот этим вот мадам, которые, возможно, будут, и всем прочим. Однако, тут я уже могу видеть, что, однако, я всё это утверждать не могу, и, разумеется, наверное, они как-то пошли очень... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Знаете, я не люблю обещать, я вот больше люблю делать. Именно поэтому сегодня в очередной раз я рассказываю вам про RedMir Mobile, про то, когда он выйдет, про то, что они уже сделали, про то, что они уже не сделали, и вот обо всём, обо всём вот этом вот. Поэтому подписывайтесь на мой канал, у меня скоро, там, знаете, 4000, потом у меня, там, скоро, знаете, 5000, там, где 5, там уже и 10, там, где 10, там уже и 100, а там, где 100, там уже и миллион, знаете, у меня какие-нибудь сольные концерты в Олимпийском. Или, ну, вроде того, поэтому, ну, разумеется, подписывайтесь и станьте, такими, знаете, олдфагами, когда вот у меня будет, там уже, знаете, миллион подписчиков, будете говорить, что смотрели меня с 3000, с 4, возможно, может быть, с 5, я не знаю, вот в какое время года вы вообще смотрите весь этот видеоролик. Однако, ладно, потому что сегодня у нас очередная новость по Redmi RP, по Redmi CRMP, по Redmi Mobile и по всему вот этому порту этого компьютерного GTA CRMP проекта на телефон. Да-да, именно на ваш Android телефон, знаете ли, потому что на iOS это достаточно сложно сделать, у них там вот эта вот своя экосистема, свой App Store и приложение устанавливать из каких-то сторонних источников, там не получается, поэтому, ну, вот что-то такое, знаете, сделать не получится. В общем-то, о чем мы сегодня тут собрались поговорить? Дело в том, что в последнее время в разных GTA-самповских журналах, в разных GTA-самповских пабликах и во всем вот этом вот прочей системе ценностей, возможно, выходят вот эти вот все скриншоты с Redmi Mobile, вернее, даже один скриншот, который мы с вами сегодня и разберем, потому что, ну, его представили и представили там, как вы можете понять, не просто вот то, что можно будет кататься на машинке или то, как вот там будет все это расположено, нет. То есть, во-первых, мы смотрим на спидометр, спидометр выполнен неплохо, не могу точно знать, вот похожий ли спидометр на Redmi RMP и вот на всех прочих вещах, но могу сказать, что какие-то определенные сходства, вроде как, вот из того, что я видел, там есть также, можно будет увидеть, что вот эти вот, знаете, кнопки, которые находятся справа, их можно будет расставлять так, как вам будет удобно. Допустим, вот этот вот тромбон, вот эти вот все прочие вещи, их, я так понимаю, можно будет убрать куда-то влево, либо же, там, знаете, немного вправо, либо еще какие-то вот эти вот прочие вещи и, типа, чтобы было так все нормально. Тут, видимо, для наглядности все свалили в одну кучу и все выглядит немного несуразно, но, как я понял, опять-таки, из-за комментариев людей, которые там отписывались под всей этой новостью, под всем этим новостным постом, говорят, что действительно можно будет убрать любую кнопку в любое удобное для вас место и, типа, вам все будет замечательно, круто и классно. Однако, я вот тут до сих пор не вижу, хотя, возможно, вот эта вот, знаете, кнопка с машиной, она и будет отвечать за то, чтобы сесть, там, допустим, на пассажирское место или чтобы выйти, там, допустим, из вот всей этой машины и из всех вот этих прочих вещей. И знаете, в чем дело? Спидометр это какое-то такое промежуточное решение, но в целом, как лично мне кажется, спидометр, он аналогично вот этим вот всем скинам, аналогично всему этому скинпаку, аналогично всем вот этим вот мадам, которые, возможно, будут на сервере, на проекте, на всех прочих вещах, Он добавляется в какое-то такое, знаете, последнее время, ну разумеется, когда вы разрабатываете свой КРМП проект или даже портируете его. Ну, о чём вы будете думать? Типа о том, как выглядит спидометр, о том, как всё это выглядит. Как лично мне кажется, всё уже находится на какой-то такой, я не знаю, последней, заключающей стадии. Ну, как бы, если это действительно так, если Редмир КРМП, мобайл и всё прочее, он уже готов, то, ну, у меня плохие новости для всех вас, нас и для тех, кто, возможно, хотел поиграть на Редмир КРМП, на Редмир мобайл и на всех прочих проектах, потому что, ну, если он выйдет сейчас, то я вот могу поспорить абсолютно с любым человеком, что будет хуёвая оптимизация, даже слишком хуёвая оптимизация. Возможно, всё это запустится в рамках открытого бета-тестирования, чтобы чуваки, типа, не особо бомбили на всякие вылеты, на то, что, допустим, игра не качается, как было с Аризоном мобайлом и всем прочим. Однако, тут я уже могу видеть, что, ну, скорее всего, Редмир РП в КРМП на GTA Самповский, вот этот вот весь андроид, он, наверное, повторит судьбу Аризона мобайл. Почему-то лично мне так кажется, потому что ещё недавно Ковалевский начинал обо всём этом говорить, обо всём этом рассказывать, что, мол, вот, мы не хотим. Потом, относительно недавно, где-то там, знаете, летом, говорил о том, что, да, мы уже начали разрабатывать Редмир мобайл, Редмир КРМП и всё прочее. И вот тут сейчас уже, знаете, презентуется вот этот весь спидометр, который, по сути, должен идти последней такой заключающей стадии вот этого вот всего переноса проекта на мобилке. Однако, я всё это утверждать не могу, и, разумеется, наверное, они как-то пошли очень по странному пути, там, знаете, разрабатывают спидометр, делают какие-то прочие вещи, а уже потом они будут, знаете, оптимизировать карту, оптимизировать, возможно, там, все эти машины, модпак, моды, возможно, какие-то, вот, всё это оптимизировать под действующую реальность. Я точно не могу всё это знать, я точно не могу всё это сказать, но, в целом, всё это выглядит как-то очень странно, что вот за такое, знаете ли, короткое время Редмир и Ковалевский и все остальные чуваки, они уже, ну, типа, сделали вот, вот, нечто подобное, что они уже всё это смогли портировать, и то, что всё это будет работать круто, хорошо и нормально. Тут же как? Тут, если выпускается вот этот вот весь проект, и на него сложно попасть, на него сложно зайти, файлы не качаются, либо качаются и, там, я не знаю, в игру не заходят, либо там ещё какие-то вот эти вот прочие проблемы встречаются, которые людям нужно решать, тогда, ну, это всё очень плохо заканчивается, потому что теряется интерес просто аудитории, то есть, они хотели поиграть, они всё это ждали, они так долго вот этим вот всем наслаждались, и тут вот, то есть, ну, вот так вот всё плохо выходит, и чуваки такие, типа, блядь, и вот это вот мы всё ждали, и, разумеется, там, они попробуют раз, они попробуют два, возможно, раз ещё, я не знаю, 55, у них всё это не получится, не получится зайти, не получится сделать всё прочее, и они уже на всё это забьют, разумеется, на ютубе, я более чем уверен, будут какие-то гайды по решению всех этих проблем, связанных с Редмир Мобайлом, но всё это загадывать, и помогут ли все эти гайды людям, ну, это ещё нужно будет посмотреть, однако, как я уже и говорил, поживём, увидим, что там выпустит Редмир Мобайл в скором, как лично я понимаю времени, скоро ли всё это будет, не скоро ли всё это будет, но, тем не менее, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, я снимал геймплей на проекте Аризона, роли Плей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннора находится в описании, там же находится мой промокод NoToxic54, там же находится ссылочка на мой телекрам-канал, куда вы можете зайти, где вы можете, там, знаете, всё это сделать, и чтобы всё у вас было, знаете, так замечательно, круто и замечательно, наверное, вот, ставьте лайк, либо ставьте дизлайк, а я пошёл, увидимся тут же, завтра, я не буду говорить 20.00, возможно, в час ночи мы с вами увидимся, возможно, ещё когда-то, тем не менее, до свидания.